Здравствуйте! В эфире события в студии Андрей Трой. Смотрите в выпуске. Стройка века. Специальный репортаж о глобальной реконструкции Московского шоссе. Шанс на жизнь. Самарские врачи научились выхаживать недоношенных детей весом до 500 граммов. Как им это удается, расскажет наш корреспондент, который в эти минуты работает в областной больнице имени Середавина. Идея на миллион. В СГАУ собрали беспилотник, который превосходит по характеристикам своих конкурентов и стоит дешевле. Я в гении пойду, пусть меня научат. В Самаре после реконструкции открыли детский сад, где малышей будут обучать по авторским методикам. Процесс пошел. До начала чемпионата мира по футболу осталось ровно 965 дней. В Самаре уже сейчас полным ходом идет подготовка к его проведению. Город преображается буквально с каждым днем, и телекомпания «Самара ГИС» внимательно следит за любыми изменениями. Мы начинаем серию репортажей, посвященную подготовке города к футбольному первенству планеты. Первая тема – дорожная. В Самаре стартовала реконструкция главной городской дороги – Московского шоссе. О стройке века. Специальный репортаж Сергея Кизоркина. Такой глобальной реконструкции Московское шоссе не видело уже лет 30, но именно по этой дороге из аэропорта Курумыч в город поедут болельщики футбольного чемпионата. А из гостиниц попадут на стадион Самара-арены. И потому задача преображения главной Самарской магистрали была поставлена на высшем уровне. Люди, которые приедут и увидят новые, современные, благоустроенные и мосты, и дороги, и многое-многое другое, конечно, это может дать, еще раз хочу сказать, или оставить такие впечатления, которые потом будут десятилетиями работать на Самару. За дорожный контракт боролись две фирмы – итальянская и самарская. В итоге стройку века доверили местным дорожникам. Основную городскую артерию расширит в два раза, получится 10 полос, по 5 в каждом направлении. Три основные, две прилегающие, одна из которых специально для общественного транспорта. Кроме этого, появятся на всем протяжении велодорожки и тротуары. Снимается старое покрытие, готовится к разборке. Если, вот мы посмотрим в левую сторону, здесь есть колышки. Это будет южная рампа, здесь начинается, 6 полос будут нырять в тоннель. На пересечении с проспектом Кирова и Ракитовским шоссе построят две транспортные развязки, двухуровневые. Основной поток машин пойдет по Московскому шоссе. Стройка уже началась, расширяют проезжую часть. В ноябре один из символов Самары, памятник штурмовику Ил-2, демонтируют. После завершения реконструкции магистрали самолет вернут на место. Через 2, максимум 3 недели мы должны получить по графику разрешение на начало работы по конкретному памятнику. Штурмовик будет демонтирован, отправлен согласно выданности нам тех условий Департамента культуры на площадку авиакора. Хранение, совместить с реставрацией. Согласно проекту, Московское шоссе преобразится от памятника штурмовику времен Великой Отечественной войны до городской окраины около стелы Самара. Это 9 километров. Цена вопроса почти 9 миллиардов рублей. 5 процентов – деньги областного бюджета, остальное – субсидии федерального. Часть средств потратят на перекладку коммуникаций. Например, линии электропередач уйдут под землю. Губернаторам перед министерством поставлена задача по точному выполнению срока данных объектов, завершения всех работ. Чтобы не было пробок, подрядчики уже занялись строительством дороги дублера. Оказывается, у нас так много мест на Московском шоссе с правой стороны. Временные дороги, чтобы максимально увеличить количество полос для движения. Перенос коммуникаций планируют закончить до нового 2016 года. Сама магистраль пройдет госприемку в декабре 2017. Сначала строители возьмутся за кольцевые развязки, затем за боковые проезды. И завершится глобальная реконструкция Московского шоссе асфальтированием центральной шестиполосной трассы. Оденут дорогу в современный щебеночно-мастичный асфальтобетон. За счет жесткой каркасной структуры магистраль будет деформироваться меньше, а значит прослужит дольше. Сергей Кизоркин, Георгий Плешаков. События. Дети, которые умещаются в ладони и весят меньше килограмма, получили шанс на здоровую жизнь. В Самаре выхаживают самых маленьких пациентов, которые появились на свет на три месяца раньше положенного срока. Как подрастают самые маленькие жители Самарской области, увидела Марина Кравцова. Эти малютки родились с экстремально низким весом. Всего 500-600 граммов. Еще шесть лет назад у них не было бы шансов на жизнь. До 2010 года крошек меньше килограмма не выхаживали. Сейчас врачи делают все, чтобы такие дети выросли здоровыми. И это возможно. Настолько нежные, недоношенные дети, что малейшее влияние неблагоприятной среды может вызвать ухудшение их состояния. Конечно, они незрелые. Конечно, они еще плохо дышат. Конечно, они еще плохо адаптируются. Они еще не могут усваивать питание, которое им необходимо. Кормят малышей сначала внутривенно, потом переводят на материнское молоко. К каждому ребенку подход персональный. Кто-то быстро набирает вес и уже через пару недель выписывается из реанимации. Кому-то приходится проходить длительное лечение. Современные инкубаторы постоянно контролируют температуру тела младенца, его дыхание. Здесь создаются условия, близкие к внутриутробным. Два-три месяца и ребенок готов к самостоятельной жизни. Каждый год в Самарском регионе выхаживают около 80 малюток с весом до килограмма. И количество таких детей растет, что врачи называют плюсом, потому что раньше такие новорожденные не выживали. В этом году самым крошечным пациентом в больнице Середавина стал малыш, который родился 6-месячным и весил всего 490 граммов. И его выходили. Бывают такие дети, которые очень быстро набирают вес. Когда нам их показывают, мама приходит, мы просто их не узнаем, если честно говоря. Какие они были, там 600-700 грамм и меньше, и когда его приносят до 2 килограмма и больше, это прям небо и земля. Как говорят медики, причиной преждевременных родов могут быть хронические заболевания у матери, инфекции, акушерские патологии и даже плохое питание и стресс. Но даже в экстремальных ситуациях современная медицина дает шанс. А с открытием нового перинатального центра, который строится в Самаре, в областной столице, появится еще около 30 мест для выхаживания маленьких пациентов. Марина Кравцова, Станислав Левин. События. В Самаре появилось 52 академика. Правда, пока они совсем маленькие. В Красноглинском районе Самары открылась дошкольная группа «Детская академия образования». Заниматься здесь будут обычные дети, но по особым программам. Чему научат малышей в академии, знает Лариса Шалафаст. Отметить новоселье в новый детский сад пришли больше 50 малышей. От новых ярких игрушек Глеба Жохова просто не оторвать. Здесь и большие машины, и корабли, и куклы. Больше всего малышу понравились яркие кубики. Теперь за сына спокойно, говорит его мама. Очень здорово и родителям, и детям, потому что очень хорошая группа подготовленная. Для меня, как для мам, допустим, такие вещи, как теплые полы, очень важны. Они здесь есть. Конечно, детям будет удобно. Эти малыши еще не знают, что уже академики. Попали они не в простой садик, а в настоящую академию, хоть и детскую. Раньше в этом здании располагался детский сад 124. Несколько лет помещение пустовало. В прошлом году сделали капитальный ремонт. Утеплили фасад, заменили полы, оборудовали игровые группы и пищеблок. Обучать детей здесь будут по особым авторским программам. Здесь у нас сопровождение в основном идет психологическое. Трое из воспитателей сами по себе являются еще и методистами отделения психологического сопровождения образовательного процесса. То есть они являются психологами. То есть тема надежнее будет образования наших маленьких дошколят. Этот детский сад не последний. В этом году в Самаре запланировано открыть более 2000 мест для дошколят. Конечно, мы немножко не успеваем за тем количеством детей, которые рождаются в Самаре. Это очень хорошо. Нас это радует. Мы этих трудностей не боимся. В наших планах открытия новых садов. Будем выходить на показатели 2000 мест в детских садах ежегодно. Поэтому здесь волноваться не стоит. Мы готовы к любым демографическим взрывам. За последние несколько лет при поддержке губернатора области Николая Меркушкина только в Самаре очередь в детские сады сократилась на 18 тысяч человек. Лариса Шалафаст, Григорий Плешаков, События. Самарский аэрокосмический университет вошел в число 150 лучших университетов стран Европы и Центральной Азии. Таковы данные международного рейтинга, где главными критериями отбора были академическая репутация вуза и его статус среди работодателей. Разработки студентов с ГАУ не раз получали высокие оценки на российских и международных конкурсах. Одни из последних беспилотные технологии. С авторами известного на всю Россию беспилотника «Бумеранг» встретилась Валерия Макарова. Это беспилотник «Бумеранг» – разработка с ГАУ. Его особенность в том, что он не может потеряться. Даже в случае поломки или потери связи он, как «Бумеранг», возвращается к месту запуска. Беспилотник представлял Самару на авиасалоне «Макс», объездил несколько российских выставок, снимал крупнейшие военные учения «Центр-2015». «Бумеранг» предназначен для тактической разведки местности. То есть он способен собирать данные, фотоданные, передавать видеоданные в реальном времени на удаление до 20 километров. Возможно, менять полезную нагрузку. Например, ставить место фотокамеры, газоанализаторы. Главное достоинство разработки – ее надежность. Многим беспилотникам нужно техобслуживание после 15 полетов, а «Бумеранг» уже поднимался в небо 70 раз. Крепкий корпус из стекловолокна защищает начинку аппарата. Работать он может при температурах от минус 30 до плюс 40. Цена беспилотника «Бумеранга» начинается от 1 миллиона рублей. Это на 20% ниже стоимости других российских аналогов. Если говорить о серьезном уровне развития этих беспилотных систем, то, наверное, вот этот проектор «Космический университет», который мы сейчас будем развивать, он может быть один из самых прорывных и самых таких успешных, я бы сказал. Теперь конструкторы собираются поставить на поток разработку беспилотников. Правда, пока у них даже нет постоянной лаборатории. Эту проблему сейчас решают. Беспилотник «Бумеранг», вспоминают его создатели, собирали, где придется. Зато теперь этой разработкой уже заинтересовались военные. Валерия Макарова, Максим Гусев, События. Снести или оставить активное сокращение точек уличной торговли в российских городах началось пару лет назад. В Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге газетные киоски не тронули. Муниципальные власти отделили их от прочей нестационарной застройки. Помощь в оформлении документов обещают и самарским коммерсантам. Взамен требуют лишь привести свои киоски в цивилизованный вид. О переговорах на непростую тему Марьяна Мирная. Больше сотни киосков с газетами за ближайшие три года преобразятся и станут еще одним украшением Самары. Сегодняшнюю, пожалуйста. Спасибо. Глобальная реконструкция города в преддверии чемпионата мира по футболу затронет и все объекты торговли. Теперь они будут соответствовать не только требованиям безопасности, но и вписываться в архитектурную стилистику города. Бизнесмены новшества приветствуют, но просят им пойти навстречу, дать льготы на оформление документов и подключение к коммуникациям. Власти готовы к диалогу, но и коммерсантов призывают быть гибче, если речь заходит о том, что киоск нужно подвинуть на пару метров. У нас же нет такой задачи передвинуть ваш киоск на 100 метров, чтобы вас никто не покупал. Я еще раз говорю, есть задачи, которые ставятся сверху. И если проходит под вашим павильоном, должна лежать там брусчатка или асфальт, или фонарный столб должен встать, ну мы-то здесь... Сейчас областной закон, который устанавливает новые правила, находится на правовой экспертизе. Если юристы не найдут в нем ошибок, он сразу же вступит в силу. Его основная идея – городские киоски не должны уродовать облик Самары. На рынке нестационарной торговли очень много в последнее время появилось так называемых приспособленных конструкций, то есть созданных из подручных материалов, которые в первую очередь не соответствуют требованиям безопасности, я уж про эстетику сейчас не говорю. Стоимость павильонов для бизнесменов не должна превышать 300 тысяч рублей. Над созданием красивых и безопасных киосков уже трудятся специалисты. Мариана Мирная, Максим Гусев, События. Россия, Египет, Ирак, Индия. Все за одним столом. 34 представителя Организации Объединенных Наций собрались в зале заседания Самарской городской думы, где прошел заключительный этап молодежного форума «Самарская модель ООН». Школьники и студенты, представляющие разные страны, обсуждали актуальные мировые вопросы – ядерное оружие и ситуацию в Сирии. Председатель Самарского регионального отделения Международной общественной организации Российская ассоциация содействия ООН Евгения Кашуба пожелала ребятам плодотворной работы на форуме, а спикер Самарской гордумы Галина Андреянова в преддверии празднования 70-летия со дня основания ООН поздравила всех присутствующих. «Форум ярок, интересен и актуален, поскольку во все времена, а в нынешней международной политической обстановке, особенно государству и каждому человеку в своей душе, важно сохранить баланс между национальным и патриотическим, и интернациональным». А сейчас коротко о других важных событиях, которые произошли к этому часу. Владимир Путин прибыл в Сочи на Международный дискуссионный клуб «Фалдай» на ярко-салатовой «Ладе Веста», высоко оценил качество автомобиля, заявив, что он соответствует мировым стандартам. Президент также отметил, что «Калиноспорт», на который он приехал в 2010 году, хорошая машина, но «Ладе Веста» более устойчива и другого класса. На модернизацию дорог до 2018 года в Самарской области направят почти 31 миллиард рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства. Это позволит увеличить протяженность и пропускную способность проезжих частей. В День народного единства в Самаре состоится красочное авиашоу. Пилоты вертолетов ЦСКА ВВС и летчики Самарского областного аэроклуба «ДСАФ России» выполнят фигуры высшего пилотажа. МЧС предупреждает, на выходных погода в Самаре резко ухудшится. Ожидается мокрый снег, ветер с порывами до 20 метров в секунду. На дорогах местами гололедица. В Самаре открывается 15-й фестиваль классического балета имени Аллы Шелест. Главное культурное событие в начале театрального сезона посвящено 175-летию со дня рождения великого композитора Петра Ильича Чайковского. Жизнь, посвященная сцене. Самарская филармония отмечает юбилей. 75 лет отпраздновали большим концертом. В нем приняли участие академический симфонический оркестр, ведущие артисты и солисты филармонии. К юбилею открылась и уникальная выставка. Лариса Шлафаст узнавала историю одной из старейших филармоний страны. Больше сотни уникальных фотографий, раритетные музыкальные инструменты и даже одежда знаменитых музыкантов. Выставка огней Самарской филармонии открывает страницы давней истории. Этот праздничный костюм собран из личных вещей дирижеров Беляева и Фельдмана. В экспозиции порядка 200 экспонатов. И это только начало, говорят организаторы. Музей будет трансформироваться. Сегодня парадная его часть в таком виде. Мы в дальнейшем планируем его углублять. Будем посвящать экспозиции или юбилейной дате какого-то артиста нашего, или каким-то событиям. Юбилей Самарской филармонии отмечают большим праздничным концертом. Произведения Чайковского исполняют музыканты Академического симфонического оркестра. Когда я выхожу на собственную сцену, я не могу повторяться. Мне надо каждый раз выходить и пережить эту музыку заново. Решение о создании филармонии в Куйбышеве областполком принял в апреле 40-го. Первый рабочий день был 8 мая в здании бывшего театра цирка «Олимп». Самарская государственная филармония сегодня – одна из ведущих концертных организаций России. Областная филармония – это наше главное концертное учреждение. Это такой очаг культуры, который постоянно действует. Это сердце, которое бьется в ритме с бальса постоянно. И это место, куда все приходят как на праздник. Лучшие музыканты получили благодарственные письма и поздравления от областного правительства и городской администрации. Мы преклоняемся перед вашим трудолюбием, перед вашим профессионализмом, перед вашей такой инициативностью, энергичностью. Наши взаимоотношения складываются очень продуктивно. Я полагаю, что и в дальнейшем нам предстоит с вами очень интересная работа на благо развития нашей любимой Самары, нашего любимого города. Самарская филармония входит в список десяти старейших в нашей стране. Но 75 лет – это еще не предел. У музыкантов еще много творческих планов. Лариса Шлафаст, Дмитрий Мешканцов, События. Осторожно, двери закрываются. Каждый день полмиллиона самарцев слышат эти слова в общественном транспорте. Его работники отметят свой профессиональный праздник в это воскресенье. Однако уже сегодня лучших специалистов наградили и поздравили в филармонии. Репортаж Валерии Макаровой. Вячеслав Никитин крутит баранку троллейбуса уже 37 лет. За это время он намотал не одну тысячу километров. Мог бы 14 раз обогнуть землю по экватору. Троллейбус он полюбил еще в молодости, когда первый раз приехал в город из родного села. Приехал я на каникул в город. Ну, прокатился. Мне понравилось. Машина скоростная, как говорится. А сейчас тем более, видите, такие троллейбусы новые. 9 тысяч работников в ответе за перевозки пассажиров в Самаре. Это не только водители, но и техники, инженеры, руководители предприятий. Сегодня они принимали поздравления с профессиональным праздником. Лучших специалистов наградили знаком трудовой славы и благодарственными письмами. Конечно, важная профессия еще для людей на работу вовремя привезти утром. Обязательно порядки там за автобусом среди, чтобы чистота была и порядка. Развитие городского пассажирского транспорта – одно из приоритетных направлений правительства области и администрации Самары. Уже закуплено 19 низкопольных троллейбусов и 82 автобуса на газомоторном топливе. Кроме этого, до конца года приобретут еще 40 автобусов, 20 троллейбусов и трамваев. В ближайшее время парк будет обновляться новыми партиями машин. К чемпионату мира обещают обновить весь автопарк. Валерия Макарова, Артем Сулайманов. События. В Самаре отметили День пожилого человека. Самых активных представителей серебряного возраста пригласили в Дом культуры железнодорожников. Больше 300 человек приехали со всех районов Самары, чтобы встретиться с друзьями и бывшими коллегами. Сейчас в областной столице проживает более 300 тысяч пенсионеров. В большинстве своем это люди энергичные и инициативные, охотно участвуют в общественной и культурной жизни города. Поздравить гостей с Днем пожилого человека пришел первый заместитель главы города Виктор Кудряшов. Несмотря на сложности, которые периодически возникают, это объективно и в экономике страны, может быть в экономике города, мы не намерены сокращать объемы вот этой поддержки, которую мы оказываем ветеранам. А теперь время новостей спорта, и я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Алена Комарова выиграла этап Кубка мира по фехтованию. Военные летчики во второй игре серии победили Славутич. В высших хоккейной лигах хоккеисты ЦСК ВВС в повторном матче победили Смоленский Славутич со счетом 4-3. Шайбы забросили Банников, Шиханов, Матвейков, Тарасов. Напомню, накануне военные летчики проиграли Смоленской команде с минимальным счетом 1-2. После очередного тура ЦСК ВВС закрепился на третьем месте. Очередные игры Самарский клуб проведет также на выезде, на этот раз соперник из Ростова. Команда с Дона занимает второе место в дивизионе Б в высшей хоккейной лиге. Самарская фехтовальщица в Германии выиграла этап Кубка мира. Юниорка Алена Комарова шпагой заколола всех своих соперниц из Италии, Германии, Хорватии, Великобритании и Нидерландов. В полуфинале Комарова взяла верх над соотечественницей Дарьей Филиной. В матче за первое место Алена разгромила немецкую спортсменку Надину Штальберг 15-4. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Смотрите телеканал Самара Гиз в кабельных сетях города, читайте нас в Твиттере, скачивайте приложения и смотрите нас на экранах смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин